Давай, может быть, мы продолжим? Да, Евгений Алексеевич говорит, давайте продолжим. И наш второй Николай Казимирович, наш второй участник, профессор Янковский. Он генетик, а также научный директор Института Вавилова. Общей генетики в Российской Академии Наук. Ваше Святейшество, спасибо за Ваше приглашение принять участие в этой встрече. И постижение мира очень важно для… В течение многих лет Россия находилась под этим давлением материалистического понимания мира. И я хотел бы сказать, что объединение всех этих подходов очень важно для того, чтобы получить полную картинку мира. И я занимаюсь генетикой всю свою жизнь. И генетика, наследствие, наследственность представляет собой базу оснований для жизни, для любой жизни. И я думаю также, что и для нас самих. Я хотел бы рассказать о некоторых пользах, о некоторых видах пользы, а также опасностях, которые могут быть вызваны исследованиями в генетике. И я хотел бы поделиться своим мнением моральных аспектов таких исследований. Во-первых, я хотел бы сказать несколько слов о генетике в очень простых словах в течение пары минут. И наследственность – это своего рода генетический текст, который представлен ДНК, то есть химическими молекулами. И 3 миллиарда букв мы получаем от родителей, от отца и матери, от каждого по 3 миллиарда этих букв, записывающих ДНК. И эти цепочки букв длиной где-то полтора метра. Эти клетки содержат, таких клеток у нас около 10 миллиардов в каждом из людей. И если мы возьмем длину всех клеток в организме одного человека, эта цепочка будет длиннее, чем экватор. То есть это расстояние будет даже больше, чем расстояние между Солнцем и Землёй. И с точки зрения очень интересным, фантастически интересным является то, что мы можем знать весь текст в течение нескольких часов, каждую букву из этого генетического кода, составляющего ДНК. Более того, мы можем прочесть любой кусок этого текста даже и секвенсировать его даже для всего целого живого организма. И поэтому текст может быть разделен на фрагменты. Различные гены различают за различные качества в соответствии с нашим внешним видом и с поведением. И это очень важно, потому что такие вещи, как поле науки, поле практики в буддизме, например, это медитация, а в западной науке это психотерапия. В зависимости от ваших генов, вы предрасположены к одному или другому. И какие варианты или версии этих генов более важны для предрасположенности к медитации или даже нашего поведения. И, конечно, было бы полезнее всего иметь такие продукты в наших собственных генах для того, чтобы чувствовать себя лучше. И в то же время другая версия этих генов может привести к другому состоянию, к нерасслабленному состоянию, а, например, к гневу. И очень важно понимать, что продукты наших генов могут направлять наше поведение и здоровье в разных направлениях. Я бы сказал, что всё более и более легче понимать структуру этих генов. И более того, понимать, каким образом они могут быть полезны или причинять вред. И поэтому мы занимаемся этими генетическими исследованиями. Не так много ген, необходимых для того, чтобы поддерживать жизнь. На самом деле, лишь 500 ген важны для поддержания жизни. И, конечно, мыслимо, что если бы не здоровы, которые мы хотим, то что нам нужно было сделать это сделать. И, конечно, если бы не certain, что мы с вами хотим, чтобы поддерживать жизнь. И. Продолжение следует... 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 И в обоих случаях и ум, и энергия, которая с ним связана, они имеют три степени тонкости. То есть бывают грубые уровни ума и ветра, тонкие и наитончайшие уровни ума и ветра. И существует пять видов второстепенных ветров, никто не помнит их названия, я их тоже не помню. То есть есть движущийся ветер, бывает совершенно движущийся ветер, истинно движущийся ветер и так далее. То есть движущийся ветер, истинно движущийся ветер, истинно движущийся ветер. И когда мы говорим о сенсорном восприятии, для того, чтобы они работали, они работают посредством или с помощью этих пяти второстепенных ветров, или тех энергий, которые движутся интенсивно и прочее. То есть с помощью этих пяти второстепенных энергий. И никто из ученых, которые находятся здесь, не смог вспомнить эти пять видов энергии, название этих пяти видов энергии. И в учении Будды есть два раздела учений. Есть обычные или общие учения, учения сутры, и есть эзотерические учения тантры. И когда мы говорим в контексте сутра-яны, в сутра-яне говорится о том, что когда сознание движется к объекту, это функция самого ума. То есть здесь не говорится о энергиях, которые движут ум к объекту постижения. И ум сам воспринимает этот объект, он направлен на этот объект и постигает этот объект. В тантре же говорится о том, что функция движения к объекту исполняется энергиями. И, возможно, мы можем объяснить вещи, которыми вы занимаетесь в генетике. Генетики могут быть объяснены с нашей точки зрения изменения в генах и прочее, могут быть объяснены, наверное, с точки зрения изменения в движении этих ветров, о которых мы говорили прежде. И очень важным результатом нашего знания является то, что в будущем мы сможем изменить, может быть, полностью все эти химические соединения, которые производятся генами, их довольно небольшое количество, несколько тысяч. И я хочу сказать, что когда мы болеем с генетической точки зрения, наши гены не работают правильно. И когда мы выздоравливаем, это значит, что у нас появилась возможность генетически изменить ситуацию для того, чтобы устранить эту болезнь. И поэтому, когда мы говорим о том, что эти химические вещества, производимые генами, изменяют ситуацию, и мы можем производить их искусственно, и в то же время некоторые из генов очень важны для нашей жизни. Они очень важны для жизни. Что это означает, что лишь половина клеток в наших генах имеют жизненно важное значение? Конечно, существуют разные версии текста, которые говорят о бактериях, о растениях, о людях, но как бы это ни было, только половина клеток для нас жизненно необходима. Что произойдет, если мы устраним определенные гены из нашего тела или остановим их действие? Сейчас мы понимаем принципы, согласно которым мы понимаем, как устранять или прекращать действия определенных генов, и это очень опасная ситуация, потому что это знание, оно ведет к созданию нового вида оружия, которое до сегодняшнего момента не существовало. Это нам нужно иметь в виду, что технологии развиваются очень быстро, и технологии становятся все более и более дешевыми. И эти технологии могут быть использованы как во благо, так и во зло. Например, секвенсирование генов сейчас стоит намного дешевле, нежели 25 лет тому назад. То есть технологии становятся более и более доступными для людей. Когда мы будем создавать новые версии генов, то это может быть как полезно, так и вредно. Это будет совершенно практически бесплатно для нас. Это можно будет сделать практически на кухне. Эта технология может быть в руках детей. Это опасная ситуация, потому что у некоторых людей возникают идеи относительно того, как необходимо организовать работу, и они пытаются воплотить свои идеи в жизнь. И если появятся новые виды оружия в силу того, что мы будем обладать знаниями о генах, то это представит угрозу для человечества. И мы должны понять, как нам определить, как нам определить, что это за оружие, как нам защититься от такого нового генного оружия. Необходимо, чтобы у нас были средства для того, чтобы выжить и чтобы иметь защиту от такого оружия. Это очень важный вопрос. Связано ли это с нашей сегодняшней ситуацией? Я бы сказала, что да, связано. Сегодня у нас есть возможность для того, чтобы контролировать насекомых и генно-модифицированные продукты. Это то, что очень широко обсуждается в нашем обществе. Но это все... Сначала нам казалось, что это какие-то отдельные, не имеющие к нам отношения вопросы. Мы пытались повлиять на насекомых. Потом выяснилось, что эти насекомые, они поедают какие-то определенные виды растений. И когда мы ввели определенные куски генов в растения, которым питались эти жуки, жуки поедали это растение, и постепенно их ларвы стали умирать. То есть такие генные изменения иногда ведут к непредсказуемым последствиям. И это проблема, которую вы объясняли в своей книге, и вы считали ее чрезвычайно важной для ученых. Что мы можем назвать нравственным, что мы можем назвать безнравственным? Что можно делать, а чего делать не следует? Что можно делать согласно существующей нравственности. Поэтому есть разные способы, каким образом мы можем это исследовать, каким образом мы можем это установить. Когда мы, ученые, открываем что-то новое, мы не можем сказать, что это морально или это аморально. Запускать действия гена или прекращать действия генов, это само по себе не морально и не морально. Например, есть какое-то лекарство, которое, если принять, оно приносит пользу, то это очень хорошо. Но если этот химический элемент, химическое соединение используется для воздействия на гены, то это перестает быть нравственным, перестает быть полезным. Поэтому вопрос нравственности скорее касается применения созданных открытий. Когда мы имеем дело с любым открытием, это может быть использовано во благо или во вред, но если есть такая альтернатива, означает ли это, что мы вообще должны провести исследование, чтобы не случайно не получить отрицательный результат вместо положительного? Поэтому я хочу сказать, что именно применение результатов исследования имеет моральную коннотацию. Что есть хорошо и что есть плохо. Конечно, если мы возьмем для рассмотрения религию, существуют разные точки зрения на этот счет. Но если говорить в целом, поскольку, включая насекомых, все живые существа желают счастья, то все, что влечет за собой счастье, считается благим или хорошим, а все, что влечет за собой боль в долгосрочной перспективе, что влечет за собой страдания, это плохо. Вот такая деморгационная линия, которая пролегает между благим и дурным, хорошим и плохим. Поэтому любое средство, которое полезно, в том смысле, что оно способствует счастью, способствует радости, мы можем назвать это этически обоснованным. Любое средство, которое в конечном итоге выливается в страдания, в боль, может быть названо безнравственным, аморальным. Когда мы говорим о научных исследованиях, если научные исследования в конечном итоге приносят пользу определенным людям или даже мира в целом, то это хорошо, такое открытие, такое исследование будет хорошим. А то, что в конечном итоге влечет за собой новые страдания, новую боль, это безнравственно, это плохо. Мне кажется, вот так пролегает деморгационная линия между плохим и хорошим. Это не имеет ничего общего с Богом или религией. Продолжение следует... Продолжение следует... В принципе, плохо или хорошо? Полезно или вредно? Мы разделяем средства по такому принципу. Вот вы, кстати, говорили о пилюле сострадания, пилюле, которая будет способствовать развитию сострадания. И если будет такая пилюля, то не будет нужды практиковать сострадание. Можно просто произвести лекарства и их раздать людям. Не думаю, не думаю, что это возможно. Сострадание, гнев — это часть нашей эмоциональной жизни, часть нашего сознания. Противоядие должно быть не физическим, оно должно находиться в сознании. Я полагаю, что на фундаментальном уровне вся жизнь, например, жизни в этой галактике, на этой планете. Например, если придерживаться теории Дарвина, то эволюция происходит в силу того, что виды хотят выжить. Для выживания. Конечно, всем нам нравится наша жизнь, и животные тоже любят свою жизнь. По завершении этой жизни, когда эта жизнь прекратится, что будет дальше, загадка для существ, поэтому они предпочитают свою нынешнюю жизнь, нынешнее существование, и ради выживания, веками они прилагали усилия. Вначале был только океан, море, не было людей, и были небольшие микроорганизмы в океане. потом возникли более развитые организмы. Время от времени я спрашивал ученых, камни и наш мозг на очень тонком уровне, на уровне частиц, есть ли какая-то разница между ними? Они сказали, нет, разница, нет. Но тогда, если мы объединим частицы, или частицы объединяются в какие-то конгломераты, но на определенном уровне, формируется материя, материальная основа для развития сознания. наитончайшие частицы, на этом уровне, наитончайших частиц, растения, деревья, наше тело, частицы одинаковы, но постепенно в процессе эволюции происходит изменение, и в конечном итоге определенные группы клеток становятся основой для сознания, и тогда зарождается жизнь. Под жизнью понимается наличие ощущений, чувств. Растения – это тоже живые организмы, в воде тоже есть жизнь, но нет чувств, нет ощущений. Жизнь с ощущениями боли и страдания – это то, что мы называем живым существом. Теперь мы подходим к мистическому уровню. Почему? Обстают вопросы, почему так происходит? Кто-то говорит, это тому виной Бог, кто-то говорит карма, кто-то говорит о прошлом и будущем, будущей жизни. Бог-творец, с одной стороны, и также идеи множественности жизни, с другой стороны, для ученых, мне кажется, это явление третьего уровня, то есть скрытые, самые скрытые явления, крайне скрытые явления. Это, конечно, трудно обсуждать. я полагаю, я буддист, и я никогда не скажу, что мы знаем все. Подобным образом и ученые, наверное, у них тоже должно быть такое внутреннее ощущение, что есть определенные границы, пределы того, что мы сейчас знаем. И, конечно, мы многого не знаем. мы пока знаем крошечную частичку всей природы. Это правда, это так. Но, тем не менее, имеет смысл продолжать исследование снова, снова и снова. Но при этом, если мы не вредим другим, то будет совсем хорошо. Ваше Святейшество, я хочу спросить Вашего совета, Вашего мнения. По нашему плану мы встречаемся до 11.30. Это значит, что мы должны прекратить наше заседание прямо сейчас. Но у нас еще два человека, которые еще с Вами не беседовали. Мы можем еще полчаса побыть с Вами для того, чтобы дать им выступить? Да, пожалуйста. Наш следующий российский ученый Евгений Рогаев, профессор Рогаев. Он профессор Московского государственного университета, глава заведующего отделения генетики. Он профессор Массачусетского университета и он генетик. И, конечно, еще после обеда вы сможете продолжить обсуждение с монахами, учеными. Вы можете продолжить свое обсуждение с ними и в некоторых областях, потому что мне уже 82 года, у меня уже мозг такой возрасте, а вот здесь есть монахи, у которых молодой мозг. вы сможете продолжить свое обсуждение после обеденную сессию. Это будет очень хорошо, и, конечно, мы с вами еще встретимся завтра. Большое спасибо, что вы меня пригласили. Для меня большая честь и большая радость быть здесь сегодня. Я постараюсь быть максимально коротко, выставить кратко, и я надеюсь, что у нас будет с вами время обсудить интересующие меня вопросы. Прежде всего, я бы хотел коротко объяснить, что мы делаем и чем мы интересуемся. особыми функциями мозга. Мы стараемся идентифицировать гены, которые отвечают за определенные расстройства, связанные с функционированием высшей нервной системы. И мы исследуем болезни Альмсгеймера и умственные расстройства и смотрим, какие гены за это отвечают. И, конечно, все абсолютно гены важны для нормального функционирования организма, но когда мы говорим о гене болезни, мы имеем в виду мутирующий ген. Позвольте, я начну с утверждения, которое произнес Добчанский, очень известный генетик. Это генетик российского происхождения, который работает в Соединенных Штатах, и он написал замечательные короткие доклады, статьи, где он изложил религиозные представления о происхождении мира, и он изложил замечательные выводы в конце своих статей. Он писал, он говорил, что земля это не центр вселенной, однако землю можно назвать духовным центром вселенной. и он говорил, что жизнь в этом смысле уникальна, мы пока не знаем о том, чтобы жизнь существовала где-то в другом месте вселенной. Вы назвали нас братьями и сестрами, и наука сегодня подтверждает, что мы действительно все братья и сестры, потому что мы все живые существа, бактерии, растения, животные, у всех одинаковый генетический код, у нас совершенно идентичные гены со многими растениями, и если вы посмотрите более внимательно на человеческое население, на всех людей, например, которые живут здесь, то на самом деле все мы действительно очень близкие родственники. Если вы сделаете простые вычисления, то вы увидите, что у каждого из нас двое родителей, еще есть дедушки и бабушки, если мы вот так переместимся назад в четыре поколения, то у нас 128 прямых родственников. И далее мы можем уйти и увидеть, что у нас огромное количество родственников, и выяснится в конечном итоге, что мы все родственники. что все, кто сидит в этом зале 2000 лет тому назад имели общих родственников. У нас был общий геном. Наш сегодняшний геном является общим с геномом людей, которые жили 3000 лет тому назад. И это дает нам моральные и этические правила. И чем привлекает меня собственно буддийская философия, идея, что все живые существа равны, и что нам нужно проявлять сострадание ко всем животным, которые способны испытывать чувства, ко всем чувствующим существам. и эта идея отсутствует в научном подходе, потому что в научном подходе мы базируемся на необходимостях и просьбах со стороны людей. Нам нужны животные, над которыми мы проводим эксперименты, потому что наша цель помочь людям. И, безусловно, сейчас прослеживается хорошая эволюция в том смысле, как можно использовать животных в экспериментах, и сейчас уже накладываются ограничения, по меньшей мере, в Соединенных Штатах сейчас позвоночных животных нельзя использовать, для того, чтобы использовать в экспериментах, вы должны получить специальное разрешение, даже отдельно взятое животное, вы должны на его использование получить разрешение, а что, кстати, без позвоночных такого разрешения на настоящий момент не требуется. Не только в науке, но вообще в общей этике в человеческом обществе мы используем животных для самых разных целей, если же говорить о науке, как мы судим об успехе в эволюции определенного вида, что мы оценим как успех вида в эволюции. И если вид территориально имеет широкую территорию, он распространяется широко, у него обширная популяция, то тогда такой вид животного успешен в эволюционном. Какие же животные сегодня успешны в этом смысле? Это куры, это коровы, крупный рогатый скот, которые живут в ужасающих условиях и которые служат пищей людям. Формально, если рассуждать об эволюции, то они успешные виды, но они живут в самых ужасающих условиях, и они несчастнее, чем какие-либо другие виды. Но мы придерживаемся антропоцентрического воззрения на жизнь, и это означает, что сила буддийской философии действительно может помочь изменить такое мышление, по крайней мере, в соединении не с научной точки зрения. Можно я изменю тему и перемещусь к более фундаментальному вопросу? И мне кажется, что самый фундаментальный вопрос в биологии, не только в биологии, заключается в том, каким образом информация генома — это текст, изложенный в химических символах, в форме программы, так что возникают такие категории, как сознание, осознавание. Как это происходит в индивидуальной жизни, как это происходит в эволюционном процессе. Ведь у нас есть очень много видов животных, у которых нет нервной системы, они которые не проявляют никаких признаков сознания, но, тем не менее, эти виды животных весьма успешны в эволюционном процессе. И здесь я бы хотел сказать, что то, что происходит в эволюции с самого начала, как виды могут адаптироваться к среде, если у них нет никакого знания, никакого сознания. Если говорить в целом, мы не можем предсказывать будущее, по крайней мере, если у вас нет мозга, как возможно предсказание будущего для того, чтобы к нему адаптироваться. И, следовательно, как может выживать вид. И можно приспосабливаться в эволюционном процессе на основе ошибок в геномах. Вот почему в популяциях мы видим невероятную вариативность. И эта вариативность становится источником для адаптации к будущему на случай изменения условий. И это все происходит с существами, у которых, как мы считаем, нет сознания. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Вопрос. Вопрос. Как мы можем трансформировать поведение? Ваша философия позволяет трансформировать поведение посредством дисциплинирования ума, сознания и так далее. И вот наш вопрос, как мы можем ли мы изменить поведение с помощью генетических методов, может быть, и тогда мы можем унаследовать такие гены, такие черты. Вчера мы немного обсуждали наши исследования, совершенно особенные модели, которые позволяют изменить агрессивное поведение в дружественное поведение с использованием диких животных. Вы знаете, что одомашнивание собак происходило на протяжении тысячелетий для того, чтобы добиться определенных черт, определенных проявлений. В Сибирском институте психологии и генетики была разработана совершенно уникальная модель. Эта модель создавалась на протяжении 60 лет. Это был эксперимент, который проводился на протяжении 60 лет в лаборатории. Ученые захотели провести селекцию диких лис, диких лисиц, чтобы проявить, с одной стороны, дружественное поведение со стороны лис по отношению к людям, с другой стороны, агрессивное. Они прослеживали 50 поколений лисиц. И в конечном итоге они смогли создать полностью одомашненную, полностью ручную лисицу, которая проявляет себя совершенно иначе, нежели дикая агрессивная лисица. И далее вопрос, какие гены сыграли свою роль в ходе этой искусственной эволюции для того, чтобы изменить поведение лисиц, которое сегодня стало стабильным и которое сегодня наследуется. Мне, конечно, было бы очень интересно продолжить это обсуждение, каким образом буддийская философия может быть применена в области современного знания, например, знания о генах, геномах, когда мы понимаем, что весь наш фенотип зависит от генов, наследуется, что мы наследуем генетические черты и так далее. Продолжение следует... Продолжение следует... Очень интересно. Ответ на ваш вопрос я не знаю. На протяжении эволюции растения, деревья, все то, что мы не считаем живыми существами в буддизме, они развивались, они выживали, не имея сознания. Менялась окружающая среда, менялись живые существа, и в будущем, через миллиард лет, думаю, уже мир исчезнет. В какой-то момент, может быть, останется несколько тысяч людей, но потом продолжатся новые эволюционные процессы. Но что я считаю? Я считаю, что важно настоящее. Сегодня в настоящем очень много страданий. И это страдание, по сути, творение наших собственных рук. Вот как нам это страдание преодолеть? Как нам это страдание устранить? Для того, чтобы устранить страдания, изменить страдания, нужно менять сознание. Вот об этом я думаю прежде всего. Что будет через тысячу лет, какой будет мир через тысячу лет, это уже меня не касается. И наш завершающий участник – это профессор Каплан. Он психофизиолог, профессор Московского государственного университета. Спасибо. Ваше святейшество. Да, я профессор Московского государственного университета, и мои студенты также заинтересованы в этой встрече. И поэтому, конечно же, пожалуйста, разрешите нам выразить свое уважение, глубокое уважение по отношению к вам. И я хотел бы сказать, так много раз я слышал много умных вещей вокруг этого стола, и, может быть, мои мысли не такие свежие. Моя тема очень легкая, очень простая, например, для меня самого. И я хотел бы в самом начале рассказать, сказать, ваше доброе святейшество, но мое сознание заблокировало эту мысль, и я подумал, что нельзя так обращаться к вашему святейшеству. Ну, мое сознание заблокировало эту речь, потому что это так не подобает обращаться к вашему святейшеству. Конечно же, я прочел вашу книгу, биографию, книгу с вашей биографией. Я был впечатлен вашей историей, когда вы были так молоды, и в этом молодом возрасте вы говорили о том, что вы изучали, изучали, как ремонтировать часы, ручные часы. И это было для меня, потому что, возможно, стартовый момент, начальный момент соотношения с внешним миром и следующих исследований происходит из исследований внутреннего мира. И все ваши биографические истории, история вашей жизни очень интересна для меня. И даже как такой простой мальчик из такой маленькой небольшой деревни, вы, Ваше Величество, как он смог подняться на такой высокий уровень мудрости. Это пример для всех нас, и для меня в том числе. И да, я нейроученый, я занимаюсь нейрофизиологией и психофизиологией. И мой специфический интерес лежит в том, что в этой области лежит в том, чтобы как узнать, как получить прямой контакт, прямое взаимодействие с мозгом. Таким образом, мы можем напрямую создать связь с мозгом. И что я подразумеваю под этим? Пожалуйста, представьте себе человека, который не может говорить. Например, после удара. Он не может говорить и не может двигать своим телом. Каким образом мы можем взаимодействовать с этим человеком? Как он может взаимодействовать с другими людьми? И это специфическая проблема для клинических исследствий. Как мы можем получить информацию из мозга посредством различных инструментов, инструментально. Как мы можем создать такую технологию, которая откроет мир для такого человека? И такая технология мы называем интерфейс между компьютером и мозгом. Я должен сказать, что это… Я приведу сейчас очень простой пример. Например, если somebody видит на экране алфавит, и этот человек может лишь посмотреть на этот экран, на эту самую букву или на другую букву, которая необходима, и мы записываем электрические сигналы в его мозге. И этого достаточно для того, чтобы определить, какая буква, какую букву в этот момент желает этот человек. И мы можем напечатать её на экране. И таким образом, повторяя эту операцию снова и снова, без речи, без вербального произношения, мы можем напечатать текст. И это и есть контакт с мозгом, с другой личностью. И вопрос заключается в том, можем ли мы применить такую технологию для здоровых людей, для того, чтобы получить, чтобы больше узнать о его эмоциях и намерениях? То есть, как мы выражаем свою эмоцию? С помощью мимики на лице, с помощью голоса? Но как же мы можем выразить эмоции из более глубоких уровней мозга? Может быть, мы могли бы создать такую более глубокую технологию, и в буддизме есть. Вы используете технику медитации для того, чтобы получить более глубокий контакт с внутренним миром. И как Вы думаете, по Вашему мнению, возможно ли, есть ли смысл для того, чтобы использовать технологию для того, чтобы заглянуть глубоко в мозг? Продолжение следует... И снова мой ответ, я не знаю. Я не являюсь экспертом в этом отношении. И мы говорим о ясновидении. Клайвринс. Я слышал, что тысяч раз слышал об этом, но я не встречал никого, у кого было бы это ясновидение, у кого было бы это качество. Но метод очень убедительный, каким можно образом развивать такие вещи посредством медитации, то есть в данном случае его сетей, что имеет в виду ясновидение. Один из моих друзей, ныне уже покойный, однажды он достиг глубокого уровня медитации, и после этого он вспомнил предыдущие жизни, жизнь, происходившая несколько веков назад. И когда это глубокое переживание исчезло, он больше не помнил эти предыдущие перерождения. И такой человек, который может обрести это глубокое переживание медитации, у такого человека есть возможность также знать и будущее. и теоретически мы можем сказать, что эти вещи возможны. Но среди живущих людей, которых я встречал в своей жизни, я, как уже говорил прежде, я встретил только одного такого человека. И достижение ясновидения требует долгой-долгой практики в течение многих лет. Я думаю, что поле исследования ума не имеет каких-либо ограничений. И с точки зрения буддизма в нас всех есть семья Будды, татагатагарба, семья ума Будды. И этот тонкий ум, этот потенциал, он безграничен. И мы пытаемся исследовать этот потенциал. Но для этого необходимо очень много времени, чтобы практиковать. Необходимо очень долго практиковать. И я очень легко могу сказать, что у меня нет для этого времени. И это будет моё оправдание. И это хорошая новость для нас, что теоретически это возможно. И позвольте мне подарить свою книжку, которая называется «Тайны мозга». К сожалению, она на русском. И здесь есть небольшое введение на английском языке. Спасибо. И да, так как мы не знаем, поэтому мы говорим о секретах. Если бы все знали об этом, то эта вещь не была бы больше секретом. Спасибо. Ваше Святейшество, большое спасибо за эту сессию. И за то, что Вы поделились с нами своим знанием и глубокими мыслями. Большое спасибо. Надеюсь увидеться с Вами завтра. Спасибо. До встречи завтра. Спасибо. 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 Спасибо.